Расселить людей из аварийного жилья в намеченные сроки и не потерять поддержку федеральных органов. Председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Маторин в рамках видеоконференции провел совещание с главами администрации муниципальных районов и городских округов республики. По данным Минстроя Чувашии, существует реальная угроза не выполнить программу переселения граждан из аварийного жилья. Особенно сложная ситуация в городах Алатыр, Шумерли и Чебоксары. В этих городах муниципалитеты не проводили своевременные аукционы со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценке Минстроя здесь есть угроза не ввода ряда позиций. И с учетом того, что порядка 44% первого этапа приходится на город Чебоксары у нас по программе, то возможные угрозы неустойки оцениваются порядка 100 миллионов рублей, даже чуть больше. С учетом того, что данных средств сегодня нет, они не заложены в бюджете, соответственно, нужно мобилизовать максимально здесь все силы, работу. Это относится и к Минстрою, и к городу, и с подрядной организацией эти работы выполнить. Если республика не освоит полностью первый денежный транш, сказал Иван Моторин, то второй, скорее всего, будет заморожен. Нельзя допустить потери выделяемых средств. Это должно стать главной задачей профильного ведомства. Также на видеоконференции рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Для 248 человек эта проблема должна быть уже решена. Строительство жилья для них подходит к концу. Но в ряде районов и городов еще остались нерешенные вопросы. В Новочебоксарске, в Красноармейском районе плохо организована работа по заключению контрактов на приобретение жилья. В кратчайшие сроки завершить аукционы на приобретение жилых помещений для детей-сирот, обеспечить своевременное исполнение готовых муниципальных контрактов. Такую задачу поставил председатель Кабинета министров. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.